Продолжение следует... Спасибо, что пригласили. Хочется начать с хорошей вести, с хорошей новости. Вот хвастайтесь, давайте. Некоторое время назад нам в Москве вручили диплом победителя лауреата Всероссийского книжного конкурса региональной литературы, который называется «Малая Родина». То есть это книги по краеведению, по истории регионов, главным образом региональных издательств. Участвовало более 500 изданий из более чем 50 регионов страны. Я уж не помню, сколько было издательств и издающих организаций. Но по пяти номинациям, в одной из номинаций, или «Люди нашего края» называется эта номинация, наше двухтомное комментированное юбилейное издание Геннадия Ивановича Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России», который мы выпустили в декабре прошлого года к юбилею 200-летию адмирала по заказу правительства Сахалинской области. Такой проект у нас, мы там много работаем. Вот это самое издание стало победителем, лауреатом конкурса «Малая Родина». Много было положено на издание этого труда двухтомного? Ну, вы знаете, я люблю заниматься такими культурологическими крупными издательскими проектами. И в данном случае это была наша инициация, мы сами предложили, мы, сделав в 2010 году, выпустив подобное издание, был 150 лет Антон Павлович Чехову. И опять же по заказу Министерства культуры Сахалинской области мы сделали двухтомное комментированное издание Чехова. Это, знаете, это там 300 с небольшим страниц том Чехова и 800 страниц комментариев к нему. Потому что доктор исторических наук Михаил Высоков, сахалинский историк, он прокомментировал все, что должно быть прокомментировано там. Так сказать, населенный пункт такой-то, персонаж такой-то, персонажей в острове Сахалин очень много, потому что Антон Павлович там всех переписывал, карточки заводил. Но кроме всего прочего, Антон Павлович в чем-то был неточен. Событий на что-то, может быть, не так трактовал, потому что он там был, что называется, недолго. Всего три месяца и три дня на Сахалине. Мы сделали это издание, оно получило хороший резонанс. И впереди замаячил еще один значимый для Дальнего Востока, да и вообще для России, грандиозный юбилей 200-летия Геннадия Ивановича Невельского. С моей точки зрения, фигура в истории, в российской истории 20 века, не до 19 века, недооцененная. И, ну, по, наверное, по известным причинам, но все равно обидная. И в то же самое время, вот юбилей. Под этот юбилей можно было бы сделать что-то значимое. Я предложил сделать такое же комментированное издание. Михаил Высоков, человек работоспособный, трудолюбивый, загорающийся. Он взялся за этот проект, и мы начали сообща это все двигать. Дело в том, что издательство наше выступало не только издателем, но еще и продюсером, по сути. Потому что нужно было так спланировать всю работу, чтобы успеть к юбилею. Поскольку, по самой доброй русской традиции, часто происходит так, что долго запрягают, на последний момент все откладывают, платежи, договоры и так далее. Я говорю, господа, вы, пожалуйста, учтите, что тогда, когда автор поставит точку в своем комментарии, это вовсе не будет означать окончание проекта. Это будет по большому счету означать его середину. Да, середина в общем случае, потому что нам нужно сделать, нам нужно смакетировать книги, то есть там в комментарии колоссальное количество иллюстративного материала. Фотографии, карты, документы, уникальный собран материал. Всего из этого нужно сделать солидное, красивое издание. А кроме всего прочего, нужно его отпечатать. А поскольку мы печатаем последние два года, работаем с одной из лучших китайских типографий в Пекине, ну подарочные издания, намелованные бумаги, там все это, то надо будет его отпечатать, там успеть. Потому что полиграфия это технология, мы можем работать по ночам, там и так далее, и так далее. А в полиграфии бумага должна высохнуть, там фольга должна после тиснения, что называется, устояться, и всякие такие вещи. Поэтому нужно технологическое время. Но все закончилось, как это чаще всего заканчивается. Я в багаже привез на презентацию 26 декабря в Бежен-Сахалинск. Пролетел на самолет и привез в багаже из Пекина означенное количество экземпляров, чтобы успеть, юбилей у Геннадия Ивановича в декабре, и в декабре была заранее запланирована презентация. И отмениться она не могла, потому что это мероприятие стояло в графике губернатора Сахалинского области. И просто да, как бы события, потому что в области в прошлом году поставили аж два памятника Неверскому, один в Вежен-Сахалинске в центре, а другой в Корсакове. Ну, в Корсакове понятно, потому что с Корсакова, так сказать, Геннадий Иванович сам основал Корсаковский пост. Но одним словом, мы таким образом отметили юбилей, и это был очень интересный проект, и он получил хорошую огласку и такую позитивную оценку коллег, профессионалов и краеведов, не только дальневосточных, но и наших. Другое дело, что эта книга, правда, тираж ее еще не пришел во Владивосток, но часть его пришла на Сахалин, та, которую заказывало Министерство культуры. Но мы сделали еще часть тиража, которая будет продаваться в нашем книжном магазине, который одновременно с этим проектом готовился и открывался, и мы его решили так и назвать. Книжный клуб Невельской, чтобы заступиться за Геннадия Ивановича, чтобы имя его звучало громче, чем раньше. Ну и в конце концов, поскольку мы издаем по большей части коровическую историческую литературу, это что называется наш герой, поэтому мы, недолго думая, решили так называть свой книжный магазин. Вам как больше импонирует название Дальний Восток или Крайний Восток, вот как в книге о Невельском? Ну, знаете, наверное, крайне точнее. Наверное, крайне точнее. Раньше ведь русские люди, ну и просто россияне, которые жили в Петербурге и где-то, и здесь, они долго думали, прежде чем поименовать, прежде чем дать название какому-то значимому месту. С моей точки зрения, Владивосток очень точное название, очень точно, очень уместное, и оно, что называется, как бутон яркого экзотического цветка, во времени расцветает все ярче и ярче, и приобретает какие-то смыслы дополнительные. Что касается нашего региона, в котором мы живем, то там существуют разные, сейчас, например, дискуссии идет, может быть, назвать Тихокеанской Россией, но я считаю, что это как бы звучит несколько помпезно, при всем, что называется, тут в данном случае, как ни называй, уж лучше сделать какие-то реальные шаги для развития региона, чтобы это поименование Тихокеанской России, оно стало, оно актуализировалось, и само собой, что называется, обозначилось. А если говорить о старых названиях, о каких-то вот таких подлинных наименованиях, то мне кажется, Крайний Восток точнее Дальнего Востока. Он звучит посолиднее и смысла добавляет того самого, которого нам не достает. Хоть мы и далеко живем, но мы живем просто на краю русской речи, как назвал свою книжку, вышедшую в нашем издательстве, наш замечательный критик Александр Лобачев. На краю русской речи. Мы живем на краю русской речи, мы живем на краю Евразии. Ну, а Дальнее, это, знаете, такой околоток такой, знаете, так сказать, подчеркивание какой-то провинциальности. Но Дальний Восток отнюдь не провинция. И он никогда не был провинцией в том самом, знаете, понимании, в классическом. Это совсем другое. Тут, в общем, и люди здесь живут не как провинциалы. И если сравнивать, ну, ментально, там, типологически, что ли, нас с такими же россиянами, живущими в Центральной России, в Владимирской области, то нетрудно понять отличия. У нас люди ходят по улице с гордо поднятой головой, невзирая ни на какие там существующие у каждого в отдельности, у всех вместе проблемы, я не знаю, или что-то еще. Совершенно другое такое, как вот отношение. Поэтому, да, мне само это название, так сказать, на Крайнем Востоке России... У нас, кстати говоря, и, если уж на то пошло, и в нашем альманахе-рубеж есть раздел, он называется... То есть мы когда планировали номер и разработали концепцию, и практически почти все, подавляющее большинство названий разделов, оно вот уже больше 20 лет существует, переходя из номера в номер. И вот там основной раздел, посвященный краеведению, он называется «На Крайнем Востоке России». Это было, ну, придумано, записано, так сказать, в 91-м году, и альманах начал выходить с 92-го, и вот с той поры в каждом номере на Крайнем Востоке России. — Вернемся к книжному клубу «Невельской». Вот вы приходили к нам в гости как раз накануне его открытия. Что получилось, что не получилось, что сейчас... Как вы видите существование магазина книжного клуба? — Да, ну, вы знаете, мы работаем, к нам приходят люди, и, как бы, так сказать, в главном, если говорить, то мы в своих ожиданиях не ошиблись, то, что и место хорошее, и Владивостокцам, как становится понятно, это нужно, и какое-то позитивное, одобрительное отношение встречает, разумеется. Другое дело, что нас еще плохо знают, и это колоссальная проблема, то есть, разумеется, мы там как-то о себе рассказываем, но то, что мы там на Фоке на 10-я находимся в Тихом Центре, про это знают немногие. Мы в свое время находились в Крайовическом музее, и когда люди узнали нас по-настоящему, то каким-то таким, как бы, непрерывающимся ручейком публика Владивостокская к нам потекла, причем совершенно разные люди там, и уже немолодые, которых я не видел там 20 лет назад, думал, что уже они уехали, а я оказывается здесь, они пришли к нам, были какие-то удивительные встречи. Ну и молодежь тоже вошла во вкус, и тоже стали к нам ходить. В общем, нам не хватает раскрученности, с одной стороны. С другой стороны, мы реально еще не начали ту деятельность, которую заявили, то есть, помимо продажи книг своих и книг других издательств, мы хотим, чтобы там у нас постоянно проводили эти презентации. Клубную деятельность мы еще по-настоящему не начали, потому что, с одной стороны, мы не все книги получили из типографии, которую ожидаем. Все хотелось устроить, знаете, праздничную такую череду презентаций, встреч. Ну, с другой стороны, был момент какой-то занятости, но все это, я думаю, в самое ближайшее время мы заработаем в полную силу, и во всяком случае, мы рады всем, кто к нам приходит и будет в дальнейшем приходить. Мелости просим. Вот здесь есть вопрос из интернета. Выхода каких книг стоит ожидать в ближайшее время? Будут ли какие-то сюрпризы? Ну, сюрпризы будут, они уже есть. Но у нас большой план. Я вот перед приходом к вам еще раз его просмотрел. Так сказать, есть план текущий на этот и следующий год, есть план перспективный. И, ну, действительно, идеи, проекты, они громоздятся, что называется, один на другой. Просто не хватает оборотных средств, чтобы быстрее это все реализовывать. Поэтому идет процесс некого замедления. Но, допустим, мы выпустили уже, но еще не получили тиражи, тиражи, они на подходе в мае-июне. Я уже говорил, мы печатаем часть своих книг в российских типографиях, часть печатаем в китайских типографиях. Ну, подарочные, то, что намелованные бумаги, дорогие какие-то издания подарочные, это все мы печатаем в Китае, потому что там дешевле и качественнее. Так сложилось, так уже понятно. И вот там у нас вышло, и скоро будет, скоро придет, там книжка Ирины Бринер, что я помню, это мемуары Ирины Феликсовны Бринер, двоюродной сестры Юла Бринера, представительности семьи Бринеров, которая приезжала по нашему приглашению в 93-м году, гостила у нас здесь в области Востоке. Уже тогда она зачитывала мне главы из этой книги. Она ее долго, мучительно писала. Слава Богу, она успела ее закончить до своей кончины. Книжка вышла в Нью-Йорке, и вот спустя 10 лет мы ее постарались быстрее перевести. Это сделал Макс Немцов с удовольствием. И вот книжка вышла. Скоро она придет в Владивосток и будет продаваться. Другая книга, удивительно, я тоже считаю, что это, в общем, если не сенсация, то уж сюрприз точно для многих, в общем, для краеведов, людей, знающих, которые в теме, ну и просто для нашего широкого читателя. Это книга, которая называется «Архитектор Плансон от Владивостока до Сан-Франциска». У книги два автора, американец с русскими корнями, и Франкьен, живущий в Сан-Франциско, и наш известный историк Амир Хисамудинов. То есть архитектор Владимир Антонович Плансон когда-то был в начале, 100 лет назад, в начале 20 века, он приехал сюда из Петербурга, и вот в начале века был довольно известный здесь человеком, потому что он спроектировал, построил, ну, например, такие примечательные здания, как здание Госбанка, здание, в котором сейчас находится музей, Краеведческий, там, я не знаю, он строил вокзал железнодорожный, он, ну, и проектировал, и строил его, так сказать, курировал строительство, но на самом деле много, много чего он здесь построил, вот, спроектировал и построил, но почему-то по прошествии 100 лет он оказался вне контекста историю архитектуры Владивостока, и на сайтах многих известных зданий, там, где должно быть его имя, значатся другие, именно других архитекторов. И дело не только в том, что мы там, там, какую-то справедливость восстановить, просто, просто нам попали документы из Сан-Франциского музея русской эмиграции, Владимир Антонович в 22-м году уехал из Владивостока, вскоре оказался в Сан-Франциско, там и похоронен, и незадолго до кончины он свой архив принес, как это делают там многие эмигранты, он принес это в музей русской эмиграции в Сан-Франциско, и вот этот замечательный его архив, он там хранился, до, там, до позапрошлого года. Потом эти бумаги и Франкен прислал нам в Владивосток, то есть там что самое интересное, помимо там каких-то других бумаг, документов, там самое интересное это то, что в 907-м году Владимир Антонович попросил известного владивостовского фотографа, чтобы он сфотографировал все его дома, ну или основные его дома, которые он спроектировал, построил в Владивостоке. И когда эти фотографии были сделаны, их наклеили на красивый такой картонный паспарту, как раньше оформляли фотографии, и он попросил заказчиков своих, плансон, чтобы они написали, что, подтвердили, что этот дом действительно построен, там, для них, по их заказу, архитектором таким-то, да, расписались, а ниже стоит, как это положено, заверено нотариусом с печатью. И вот эти оригиналы этих прекрасно сохранившихся фотографий, они хранились сто лет, Сан-Франциско. И нам их прислали, точнее, нам прислали сканы идеального качества всего этого дела для полиграфии. Мы раскопали часть каких-то, ну, это была совместная работа, мы тоже здесь работали в архиве Дальнего Востока, нашли какие-то документы, имеющие отношения. Владимир Антонович, основное место работы было «Железная дорога», вот, а это был, что называется, его, в общем, такой отдельный бизнес. Ну, ему хотелось сделать дома, он там занимался какой-то государственной службой, да, на железной дороге, как архитектор, да, А здесь он занимался творчеством, и он успел много что сделать. Кроме всего прочего, здесь неподалеку здание бывшего прихинического института, бывший Восточный институт, точнее говоря, и мы нашли бумаги, и они есть в этом нашем альбоме, который мы издали, там написано, что там есть письмо, Восточный институт, директор Восточный институт обращается к нему, к архитектору Плансуму, чтобы он курировал этот объект, как архитектор, ну, чтобы сохранялся объект. Он курировал, не получая за это никакую зарплату на общественных началах. И потом точно так же, когда стало понятно, что им этим заниматься некогда, он, как порядочный человек, написал письмо, что прошу меня, так сказать, уволить, я не могу заниматься всем этим, да, и так далее. Вот все эти документы, что-то нашли в Петербурге, что-то нашли в архиве Дальнего Востока, нам коллеги помогли в руководстве архива Дальнего Востока. И вот всего из этого получилась хорошая, такая добротная, насыщенная информационная фотокнига. Это не альбом, потому что, хотя там много иллюстраций, но там большой, обстоятельный текст на русском и английском языке одновременно. Это такая книга, так сказать, воскрешающая судьбу и возвращающая нам в то же самое время яркие страницы истории Владивостока. Потому что там есть какие-то эксклюзивные фотографии в том смысле, что таких ракурсов никто не делал, какие-то те здания, которые вот он спроектировал. Просто фотограф очень умело, профессионально это все снимал, запечатлевал. Ну, кроме всего прочего, какие-то погалузы, склады строил, в порту тоже, они там тоже есть. Какие-то панорамные фотографии Владивостока. Все это очень интересно. Вот эта вот книжка. Ну, а про сюрпризы, про сенсацию, я думаю, что еще два слова. Вышел двухтомник, мне давно хотелось это сделать, я уже упоминал, Александра Лобачева. И мы сделали такое подарочное издание в футляре, то есть Александр Лобачев, одна его ипостаси, это литературный критик, он там в течение последних 15 лет писал о литературе Дальнего Востока, то есть о современных писателях, дальневосточниках, о писателях русской миграции, русского Китая, о писателях Японии, Кореи. Вот это все составило первый том его эссе, статьи с фотографиями авторов, там книг. А второй том, это его другая ипостась, как арт-критика. Он работая в галерее Портмей, писал о художниках, написал довольно много. Я предложил ему, давай сделаем, так сказать, такой двухтомник. Мы сделали такой двухтомник подарочных изданий на мелованной бумаге во втором томе, там где художниках много репродукций. И на самом деле, ну, вот такое подарочное издание, оно действительно чем-то неожиданно, да, но в этом смысле сюрпризов у нас много. Мы начинаем работать с картинной галереей, будем делать там каталог, посвященный для восточных художников. Мы начинаем такой проект, вот только-только начинаем, который называется «Путешествие по Дальнему Востоку». Это такой большой будет проект регионального масштаба. Можно было бы про это отдельно поговорить, да, и я уже как-то рассказывал в газетном интервью, что, ну, мне отрадно, поскольку я давно с этим проектом, в общем, живу, когда-то была замыслена антология литературы Дальнего Востока в десяти томах. Ну, про это пять лет последние активно говорим, и вот буквально в марте федеральное агентство меня известило, что они начнут, начинают финансово поддерживать этот проект. Дали добро, так сказать. дали добро. Дали добро полностью на выпуск всей антологии, или как-то? всей антологии, но мы будем это делать частями. По крайней мере, я им сказал, что в этом году мы готовы, у нас готов том по Приморью, ну, условно говоря, первый том. Пусть будет по понятным причинам том приморской прозы, а дальше там уже посмотрим, как дело пойдет, но меня заверили, что все десять томов будут в ближайшие годы профинансированы, но это, так сказать, особенность этого проекта в том, что ничего подобного нигде в России не делалось, вот, но почему я горел этой идеей, потому что мне кажется, родоначальником затеи онтологического издания региональной литературы Дальний Восток может и должен быть, потому что нет такого региона с таким, где были бы так переплетены, сопряжены географические, исторические особенности, столь ярко представлены, все это нашло отражение в литературе. Какие-то имена уже забылись, какие-то имена просто не помнятся, и время делает с культурой, с литературой такие вот вещи, что кажется, что, в общем, этого, этого быть может и не было вовсе, но, слава богу, есть люди, которые об этом помнят, и еще, но хотелось, чтобы молодежь знала. А вот в антологии авторы будут включены каких вот временных отрезков? Самых разных? Ну, я думаю, что да, получается, что на Дальнем Востоке литература в каких-то своих проявлениях, в первых книжках региональных авторов появилась в 80-х годах 19 века, но, что называется, полнокровно она развивалась и заявляла о себе в течение всего 20 века. Так получается. То есть, главным образом, это советский период истории, но дело не в том, что советский период. Просто сегодня есть возможность, в отличие от того, что было в те годы в советский, когда бы, быть может, нам это не позволили сделать по идеологическим причинам, сегодня есть возможность отобрать лучшее без ангажемента политического, идеологического, просто там, у автора Н, например, известного дальневосточного писателя есть огромный роман, пухлый роман о рабочем классе, который в художественном отношении мало что из себя представляет и сегодня это понятнее, чем было бы раньше, понятно. И в то же самое время у нее есть замечательная повесть, там, какая-то о детстве. И вот сегодня мы можем спокойно, не оглядываясь, просто вот, исходя из эстетических соображений, просто вот взять, просто качество текста, критерий один, качество текста, нет никаких других критериев. можно добрать лучшие тексты на разные темы и, соответственно, разных авторов. Там просто-напросто, ну, опять же, кто-то был более известен, кто-то был менее известен, кто-то сделал в себе карьеру, кто-то прозябал в безвестности и нищете. Были разные судьбы у литераторов Дальнего Востока. Сегодня у нас есть возможность, что называется, восстановить справедливость. Не то, чтобы расставить все по ранжиру, а просто все лучшее поднять на поверхность, собрать воедино и издать. Ну, для следующих поколений. Библиотеки обескровлены. Там в течение 25 лет на Дальнем Востоке книжки, ну, будем говорить, почти не издавались. Вот. Таким образом, в чем ценность проекта? Я говорил об этом, что эти комплекты десятитомников, они, ну, с одной стороны, не встанут в каких-то на полке в шкафах каких-то там чиновников и больших известных людей, а с другой стороны, они встанут, они попадут в домашние библиотеки наследников этих самых писателей, кого мы издали, но самое главное, что они попадут в библиотеки муниципальные, школьные, вузовские, и вот, и мы из небытия поднимем вот этот вот колоссальный, красивый, потрясающий. Дальневосточная литература в лучших своих проявлениях, она удивительно пестрая, удивительно яркая, сочная, замечательная, маститая, и кроме всего прочего, это презентация Дальнего Востока, это такой регионообразующий проект культурный, антропологический, антропологический, да, и поэтому, то есть это будет интересно и там, в Москве, это будет такое предъявление, знаете, такого колоссального, ценного, такого куска литературы, такого просто, там тоже, потому что большинство авторов дальневосточников, они печатались у себя, в Магадане, Петропавловске, Южно-Сахалинске, в Хабаровске, в Владивостоке, в региональных издательствах или в отделениях региональных издательств, и мало кому удавалось, это называется, прорваться в столичное издательство, так что, это, в общем, такая интересная вещь. Но это же трудоемкий процесс, как собирается это все, и кто, кто судьи, кто отбирает все-таки лучших из лучших? Ну, вы знаете, это действительно тоже вопрос, но, с моей точки зрения, ну, как сказать, гораздо важнее сдвинуть лодку смели, чем, а так вот, ну, мы собирались когда-то, давно, еще был жив наш известный литературвец Сергей Филиппович Крившенко, разные вкусы, разные пристрастия, разные подходы. Но мне было интересно, что мы у нас собирался, когда худсовет, там, редакционный совет, несколько раз, и мы говорили уже каких-то, мы, что называется, не спорили, не ругались, а мы говорили о каких-то нюансах, сверяли позиции, и даже были такие, ну, что называется, начали работать оселком. Ну, например, вот, приморский том должен войти разгром Фадеева или нет? С одной стороны, приморское произведение по правам может быть отнесено к приморской литературе, к литературе Приморья, а с другой стороны, вот, ну, поскольку объем тома так или иначе ограничен, то, может быть, разгром должен уступить место какому-то из современных авторов? Конечно, мы, в общем, вы спрашиваете, ну, конечно, с моей точки зрения, какие-то лучшие вещи из самого последнего времени, ну, что называется, ближайшая граница отбора, она не будет проходить там по 2000 году и, или там, я не знаю, по 90 году, она, с моей точки зрения, должна проходить, ну, вот, по 2014. Это сложно, это трудоемкая работа, но есть профессионал-библиотекарь, который нам помогает, есть отделение суизописателей, которые понимают значимость этого проекта и тоже, как бы, на все наши обращения реагируют благосклонно. Потом, при всей огромности нашего региона, он не так густо заселен, поэтому, ты знаешь тех людей в разных концах его, с которыми ты можешь соотнестись, обратиться с вопросом, с просьбой, и есть такая, в общем, инфраструктура, которая позволяет, ну, конечно, достаточно трудоемко, но, мне кажется, что такие вещи, подобные проекты, они, как подъем флага для, для такого региона, как наш, ну, то есть, там, я всегда говорил, можно строить мосты, можно накормить людей, можно построить новые микрорайоны и так далее, и так далее, должно быть какое-то духовное обживание этого места, люди должны знать, где они живут, колоссальное количество дальневосточников, в общем, не знают истории этой земли, ну, живут здесь молодые люди недавно, пожилые люди давно, но, но, как бы, вот чувство места, понимаете, ну, как оно есть, там, где-то, в середине России, там, оно должно быть здесь, то есть, это, вот, это, это российская земля, вот, и в этом смысле, но, что называется, особенно понять это, прочесть, про все про это, сегодня, почти негде, ну, ты зайдешь там в интернете, чего-то там качнешь, но каких-то обстоятельных вещей, исследований, каких-то солидных изданий, исторических обстоятельных, таких серьезных, у нас их почти нет, во всяком случае, были там, сто лет назад издавались, но за последние годы, последние 25 лет, весь этот колоссальный массив, это богатство, оно так очень точечно переиздавалось, целенаправленной издательской программы, краеведческой, посвященной вот истории Дальнего Востока, вот обживанию этого места, этого сегодня нет, это очень важно, мне кажется, есть в этом смысле определенная недооценка, и вот вакуум этот, он сказывается в конечном счете, с моей точки зрения, в не меньшей степени, чем какие-то бытовые проблемы, социальная неустроенность, вот, ну, то есть, что меня здесь держит, да, на ощущение людей, на самом деле, как бы, при всем, при том, что есть подавляющее большинство, огромное количество людей пришлых, приехавших сюда, точно так же, как я, я родился на Кавказе, всю жизнь живу на Дальнем Востоке, родители нефтяники, и, в общем, не планируя отсюда уезжать, но, вот, чтобы у молодежи было это чувство, что, вот, оказывается, удивительная цель, у этого места гениальная история, потрясающее какое-то прошлое, и, соответственно, эта энергия, она позволяет думать и надеяться, что у этого места должно быть такое же грандиозное будущее, и, вот, формированию этого ощущения, вот этого понимания, в еще большей степени, чем обустройство этой территории, должно способствовать, вот, духовное его обживание, наполнение какое-то, заполнение этого какого-то вакуума. Ну, да, это очень интересная, трудная работа, но мне лично кажется, очень необходимой. Еще несколько вопросов из интернета. Александр, спасибо, что вы делаете для публикации, наших русских дореволюционных авторов. Ваш журнал – некий ориентир для читателей Приморского края. Вопросы. Первый. Кто издание поддерживает? Как можно подписаться, в скобочках купить, в городах, районах Приморья? И второе. Назовите ваши личные читательские пристрастия, хотя бы пять лучших книг. С уважением, Валерий Бельцов, журналист «Город Находка». Спасибо за добрые слова. Да, у нас, ну, скоро нашему альманаху будет четверть века, более 20 лет, ежегодный литературно-исторический тихоокеанский альманах «Рубеж», как мы его назвали, выходит. И, ну, это, в общем, как бы, на самом деле, в какие-то промежутки времени находились люди, которые в течение, там, один выпуск, два выпуска, они его поддерживают. Централизованной поддержки финансового издания нет, к сожалению, хотя подобные проекты, они обычно издаются на какие-то грантовые деньги, на какое-то финансирование. то есть, в общем, если бы я не понимал, что из себя представляет этот альманах по прошествии, потому что я, хоть я его и делаю сам, как главный редактор, и, в общем, как продюсер, и толкач, я, я все равно смотрю на него, как бы, со стороны. Такое, детище, но не потому, что, о, это мой, мой журнал. Да нет, просто он вышел, и вышел, он живет, и я просто много раз находил подтверждение тому, что он нужен людям, и, что называется, и, как я как-то говорил, что он меня перезнакомил со всем белым светом, то есть, с огромным количеством, там, писателей, словистов за рубежом, коллег, издателей, просто читателей, огромная переписка, когда-то была, и сейчас она, в общем, идет. Ну, это все, как бы, важно и дорого, и в регионе, альманахов, журналов альманахов, просто пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать, как бы нужно это все, поэтому этим занимаешься, вот, поддерживали коллеги, там, в свое время был период, когда поддерживал, там, Иван Шепета, есть у нас такой литератор, который одновременно бизнесмен, кто-то еще поддерживал, на сегодняшний день, в общем, это, это, это издание, это ноша, так сказать, самостоятельная ноша издательства рубеж, вот, ну, пачи чаяния, быть может, там пройдет какое-то время, и будет какая-то поддержка, но понимание в регионе, в Приморье, мы за все эти годы во властных структурах не нашли, хотя у альманаха довольно высокая репутация, и он продается в магазинах, книжных лавках в Москве, это нам особой прибыли, конечно, не приносит, я говорю, это проект, который на ноль вывести сложно, это, как правило, культурологический проект, который осуществляется не ради, там, денег, не ради прибыли какой-то, какие-то другие цели стоят, и, в общем, думаю, что в дальнейшем, может быть, ситуация изменится, а что касается моих пристрастий, то я в первую очередь не издатель, а читатель, то есть я издателем-то стал, потому что был, наверное, въедливым читателем, и как бы имея какие-то свои представления о том, чего бы мне не хватало, в основном, как читателю, или там, или чувствуя, что есть какие-то лакуны, которые надо заполнить, там, допустим, ну, та же, вот о чем уже говорили, появились авторы дальневосточной эмиграции, которая у нас выходит в серии «Восточная ветвь», там вышел Михаил Черваков, Борис Юльский, Альфред Хейдек, мы издали двухтомник Арсения Несмелого, которому в этом году, кстати, исполняется 125 лет осенью, и мы обязательно этот юбилей Арсения Ивановича отметим, издаем сейчас собрание сочинений Байкова, оно будет в пяти томах, вышло три, в этом году, даст Бог, выпустим Петра Петровича Балакшина, его повести, рассказы и очерки, между прочим, Петр Балакшин родился в свое время, в конце 19 века, нигде-нибудь, а в поселок, а в местечке под названием Барабаш, а умер в Сан-Франциско, ну, такая удивительная судьба, там человек, или поэт Валерий Францевич Перелешин, которому в прошлом году исполнилось бы сто лет, отмечалось его столетие, иркутянин, проживший большую часть жизни в Китае, в эмиграции, умерший в Рио-Жанейро, в полной нищете, в доме для престарелых, слава Богу, его архив сохранился, но при этом еще ни одна книга этого автора по странному стечению обстоятельств не вышла в Россию вообще, не то, чтобы там в Владивостоке, а в Москве, в Питере не было его книг, мы избранно его издаем, он оставил мемуары, помимо стихов еще мемуары и два полустанка. Я много читаю, много читаю, и у меня, конечно же, есть какие-то свои пристрастия, но постоянно несколько книг на столе, которые читаешь, что-то читаешь, потому что это нужно прочесть, но основной круг чтения это просто книги, которым душа лежит. В силу того, что времени на чтение у нас у всех сегодня мало, я, конечно, последние годы особенно избирателен в этом смысле. Ну, не знаю, там даже чтобы назвать какие-то конкретные пристрастия, слишком длинный список, поэтому можно было бы как-нибудь отдельно на эту тему поговорить. А не хотелось бы, мне было желание читать меньше? Знаете, читать меньше, я понимаю, к чему вы клоните, читать меньше мне не хотелось никогда, потому что, ну, как-то вот, я говорю, я издательским делом занимаюсь, потому что это книжки, потому что это делание книг, потому что это все связано с книгами, и как бы этот мир книжный, и он самое дорогое, самое ценное для меня, поэтому, а сейчас, слава богу, колоссальное количество книг выходит хороших, и последние годы, при всем том, что ручеек книжный, который течет из Москвы в Владивосток, и растекается по здешним книжным магазином, он такой, очень тонкий, и он слишком тонкий, и все это знают, люди интересующиеся, у нас, в общем, почему затеяли в свой магазин, не только ради того, чтобы свои книги продавать, но попробовать привезти еще, довезти до Владивостока те книги, которые не доезжают, там, допустим, зайдешь в Москве, я первый день приезжаю, пролетаю Москву, чуть ли не из аэропорта, лечу, бегу в Фаланстр, на, в этом самом, на переулке, в двух шагах от Тверской, да, замечательный магазин, там, Боря Куприянов, его там, коллеги, небольшое пространство, битков набитое хорошими книгами, хорошими книгами, вот, ну, хочешь посмотреть, как бы, взглянуть на, на это по-другому, с другого ракурса, ну, перейди через Тверскую, магазин Москва, замечательный магазин, вот, ну, это, это просто вот такой формат магазина, где все есть, где сегодня в подвале есть, букинистический, совершенно грандиозный, букинистический отдел, а на прилавках есть все вышедшее там, там, за последнее время, и поэтому туда, и в эти, в эти два магазина я обязательно посещаю, и когда бываешь в Фаланстере, поскольку там такой очень, такой очень четкий, там все есть, из приличной литературы выходящей, там есть все, и вот этот срез колоссальный, огромный массив книг выходит, и там, а до Дальнего Востока, я много езжу по Дальнему Востоку, до Дальнего Востока доходит очень и очень мало. Ну, потому что, потому что востребованности нет в этом? Я думаю, что не только в этом. Вот, я просто много про это думал в последнее время, и применительно в контексте, так сказать, конкретно нашего книжного клуба Невельской, так сказать, нужен, не нужен, что это вообще стоит, не стоит, но людям книга нужна, при всем при том, что книжное пространство скупожилось, так сказать, но книга нужна, потому что, если по количеству изданий идет снижение, ну, когда там считают люди, там, в федеральном агентстве, сколько вышло книг в стране, так сказать, книг, может быть, так сказать, потиражно цифры падают, а по наименованию цифры растут, и от этого общее количество книг, оно как бы держится примерно в одном, в одних и тех же цифрах, вот, но людям книга нужна, просто время сейчас другое, это раньше, так сказать, две крайности, когда-то, когда книга была в дефиците, мы стояли в очередях, там, в магазин подписных изданий, или там, делали все, чтобы там, через мариван, ну, что-то там купить где-нибудь, какое-нибудь дефицитное издание, а потом наступила другая крайность, то есть, сегодня можно купить все, что хочешь, так или иначе, и для этого не надо тратить особых усилий, мне просто кажется, как во всем остальном деле, ну, книга товар, ну, в том числе товар, она не только товар, но в любом случае, она товар, вот, и поэтому этот товар нужно преподнести, нужно соответствовать, чем будем преподнести, то есть, книга должна быть издана хорошо, она должна быть качественно сделана, она должна привлекать твое внимание, в то же самое время, сами магазины должны работать так, ну, это, чтобы убедиться в правоте этих слов, надо, надо, так сказать, увидеть лучшие примеры, то есть, там, где-то в Европе, побывать в хорошем магазине, прийти в тот же магазин Москва, где у каждого продавца горят глаза, я не утрирую, в самом деле, то есть, профессионалы, ты не успел еще рот открыть, она уже к тебе подходит, спрашивает, что ты хотел, что тебя интересует, она, вот, у нас этой атмосферы в магазинах давно уже нет, когда-то была, но давно уже нет, и поэтому, ну, то есть, те люди, которые, что называется, находятся на грани, идти в князьный магазин или не идти, они не идут, потому что им там могут, они знают, что они там, по крайней мере, ну, встретят не то отношение, на которое они рассчитывали, вот эти все нюансы в нашей жизни, правда же, ну, точно так же, как там, допустим, там есть люди какого-то твоего круга, и ты общаешься, вот, там, с этим человеком, ну, потому что он, потому что он обаятелен, потому что тебе это комфортно, потому что, ну, как-то все, вот сейчас жизнь такая пошла, и в этом смысле, вот эти вот все нюансы, они должны быть учтены, они должны работать, то есть, покупателя нужно, ну, то есть, его что-то должно притягивать, заманивать, ну, как вот мы бежим в фаланстер, или там еще куда-то идем, то есть, ты понимаешь, что там профессионально, что там есть атмосфера, там есть все, ну, как бы это, ну, а у нас здесь, на крайнем востоке России, это начинает работать еще больше, все эти факторы, при всем при том, что, если книга не в дефиците вообще, то хорошая книга у нас здесь в дефиците, вот надо ее, что называется, на блюдечке поднести читателю, ну, пожалуйста, вот она у нас есть, понимаете, точно так же там, ну, это может кому-то кажется бредовая идея, но мне кажется, она совсем вовсе не бредовая, то есть, когда существовала международная книга, так называемая межкнига, то есть, ну, наши книги через этот, через эту, через эту инфраструктуру уходили, из Советского Союза уходили на Запад, и к нам также втекали какие-то книги, на иностранных языках, и в лучших там, ну, в каких-то специальных магазинах, в Москве, в Петербурге они продавались, вот, сегодня, в 90-е годы это все было разрушено, инфраструктура этой нет, этой сообщительности нет никакой, и поэтому, когда у нас проходит печатный двор в Владивостоке ярмарка, каждый год, там, один или два японца, прилетает из Токио в Владивосток, и ходят с блокнотиком, по рядам, но они ходят не только в Владивостоке, они ходят на ярмарке Nonfiction в Москве, и они ходят на, по-моему, на ВДНХ тоже, ну, по крайней мере, на Nonfiction точно, ярмарка интеллектуальной литературы, самая солидная, которую мы, кстати, понимаем каждый год участие, поэтому я видел своими глазами, ко мне подходили, он ходит со списком, коллеги ему понадавали своих просьб, заданий, найди такую-то книгу в России, потому что нет инфраструктуры, и как бы даже по интернету это толком, в общем, не выпишешь. И вот иностранцы приезжают, ходоки, и ходят эти книги, собирают, ищут, а я говорю про то, что, ну, Владивосток, находясь здесь, на крайнем востоке России, может быть таким книжным хабом, то есть, может быть, мы со временем, это сложно, но хотелось бы, чтобы это было, ну, не знаю, кому-то захотелось, там, я не знаю, там, после смерти Габриэля Гарсия Маркеса почитать его в оригинале, и только что вышла, допустим, условно говоря, только что вышла книга, там, где-нибудь в Мексике, да, или в Колумбии, вот я хочу ее купить, ну, хорошо, мы по своим каналам книжным, ну, разумеется, через интернет договариваемся с коллегами, с книготорговцами, с издателями, и заказываем эту книгу, и говорим нашему клиенту, нашему постоянному покупателю, что вот, книга стоит столько-то, в Мехико, например, столько стоит доставка, столько там, сверху стоят наши, наши услуги, да, и все, все по-честному, все открыто, и человек, как бы, точно так же, какой-то студент, там, архитектурный институт, в Бостоне вышла какой-то справочник, там, или какой-то, какая-то монография, там, одного из ведущих специалистов по современной архитектуре, да, я хочу книгу, что в Бостон что лететь, ну, если нет знакомых, купить ее в Америке, можно вот таким образом, мирным путем, что называется, прийти к профессионалам, они сказали, да, ну, это, это проблема трех дней, договориться, все решить, и там, еще 10 дней будет, будет лететь бандероль в Владивосток, хотите экспресс-почтой, хотите обычной почтой, тихой почтой, будет длиннее, дешевле, но дольше, одним словом, такие какие-то вещи, но кроме всего прочего, это как такая кровеносная система, кровеносная система такая, книжная, культурная, то есть, как бы, это налаживание контактов реальных, то есть, те люди понимают, что здесь, здесь есть такие люди, им, ну, можно какие-то проблемы решать, точно так же, как нам, допустим, писатели, приезжаете, чем 15 лет, там, по приглашению Альманаха в рубеж, там, Битов был 7 раз, намного кто был, Евтушенко в 2003 году приезжал, мы его по Дальнему Востоку возили, огромное количество, проводили два раза фестиваль берега, почти чайнее, быть может, в этом году что-то срастется, по крайней мере, предпосылки есть, люди охотно едут сюда, я вот на круглом столе, посвященном привлекательности, говорил, что Владивосток априори привлекательный, ну, в силу разных причин, но все мои знакомые, хорошо знакомые, друзья, хорошо и не очень хорошо знакомые, литераторы, интеллектуалы, не только российские, но и где-то за границей, только что называется пальчиком помани, приезжай, сломя голову, несутся его в Дальнему Востоку, потому что у этого места, у нашего замечательного города, удивительная притягательная сила, и вот это вот, это было, это, вот этот, что называется, вот, это стало ощущаться не вчера, гораздо раньше, это было, ну, может быть, в меньшей степени, но и в 90-х тоже люди ехали, невзирая на то, что там у них, там, посредством массовой информации был сложен не очень, не очень привлекательный образ города, и тем не менее, они ехали, а в последние годы ситуация, она кардинально изменилась, и поэтому там, ну, я просто знаю, что литераторы, они, они более благодарные люди, чем там, допустим, киношники, в том смысле, что они менее притязательны, но более благодарны, то есть я платил им дорогу проживания, накормил их там, как-нибудь скромно хотя бы, да, и в общем, они не требуют никаких гонораров, но зато, когда они возвращаются, они пишут статьи, там, дают интервью, на своих блогах, в интернете, и это получает все довольно массированную такую огласку, этот позитив о Владивостоке, о Владивостокцах, вот все это, всем этим переполняется, так сказать, информационная среда, и поэтому, мне кажется, что вот какие-то такие вещи не очень важны. за почти за 25 лет до выхода Альманаха рубеж, вот были ли вот рубежи, или это первый такой большой, для вас лично, как для человека причастного к нему, либо каждые десятилетки это какой-то был собственный рубеж, или вот 25 это будет такой рубеж, в котором стоит задуматься? Да нет, ну мы сделаем каталог к этому юбилею, там, своих книг, если что касается Альманаха, то, ну действительно там есть какие-то значимые публикации, какие-то удивительные знакомства через Альманах, или просто открытие каких-то авторов, это очень важно, но это, как правило, такая какая-то уже, там есть какая-то хорошая инерция уже, всего этого, то есть неожиданным образом открываются какие-то новые тексты, приходят какие-то, сами, ну не самотеком, конечно, но тем не менее, и все это, ну кстати говоря, вот рубеж номер 13, он тоже отпечатан, и скоро придет тираж, мы его тоже на этот раз в Китае отпечатали, и там тоже есть такие примечательные публикации, там каким-то удивительным образом тексты начинают между собой, когда собирается номер, они как-то начинают взаимодействовать, перекликаться, и получается такая, вот когда уже потом, отстраненно успокоившись, получаешь готовый номер, начинаешь его сам листать, правда это видно даже иногда в процессе, но становится понятно, ну, некое, соседство неких текстов, оно становится, видно, что оно как бы не случайно, при том, при всем при том, что априори никто этого, ну, я, например, как редактор, ну, что называется, не выстраивал это специально, это, они сами там начинают жить какой-то своей жизнью, и как-то друг с другом там соотноситься, ну, это, ну, это, это вселяет оптимизм, что это нужно не только читателям, но и самим текстом, чтобы они вышли на поверхности, на какие-то такие вещи, вот, ну, или там, допустим, к разговору о дальневосточной миграции, я там больше 20 лет уже этим занимаюсь, и, ну, и одно время было понятно, что, ну, надо, надо издавать книги, пройдет время, и станет понятно, что, ну, так сказать, что, вот, как бы, ты рядом, пройдет время, это все отдалиться, покроется, пеленой забвения, там, слоем какой-то такой исторической пыли, и станет понятно, что это еще менее становится реальным издать все это. А почему? Потому что, там, большое количество авторов не успели издать свои книги, там, допустим, мы с Александром Логучевым, там, при помощи целой, целой группы людей в разных концах мира собирали, там, тексты замечательного писателя Бориса Юльского, повсюду, в разных архивах. У него была одна тонкая книжка в соавторстве, а так он публиковался, там, в Харабинском рубеже, в журнале Луч Ази, каких-то других изданиях. Все это собиралось по, что называется, по кусочку все эти публикации, чтобы соединить это все в книгу. Это колоссальная работа, но это вот, это как бы вот, вот это вот, надо было прорвать эту плевру забвения, пройти через эту энергию, приложить какие-то усилия, а когда эти первые усилия сделаны, то потом это все как бы на тебя нахлынивает, как будто бы кто-то говорит, да на, ты бери, что ты раньше не сказал, понимаете, а вот первый посыл этот, что это вот, надо сделать, кто-то должен приложить вот какое-то волевое усилие, ну, наверное, так в каждом деле, но, но здесь что интересно, что вот, ну, как бы, вот, ну, жил себе человек в Иркутске, стал писать в Харабине, там, ну, сотрудничал он с японцами, ну, там, был наркоманом, что-то еще, мне говорят, ты что вообще, чувак, кого ты издаешь? Я говорю, да он мне интересен, как замечательный русский писатель, как один из самых талантливых молодых русских харбинцев, понимаете, им поэтому это сокровищница, это надо сделать, мы это сделали, и, кроме того, кроме наслаждения от чтения, которое читатель получает, и вот воскрешение судьбы конкретного литератора, который, ну, так бы где-то изгинул, потому что Европа издана, переиздана русская, все как бы известно, все сокровища подняты на поверхность, а русский Китай, он, ну, столько лет прошло, в общем, ну, еще там много чего надо бы сделать, вот, но это, конечно, это, конечно, не, быть может, не равноценный по культурной значимости массив литература, если сравнивать там с Европой, но это тоже очень есть большие замечательные имена, тоже касается и русской Америки, там, тоже Петр Петрович Балакшин, наш земляк из Барабаша, он, так сказать, имеет отношение к литературе русской Америки, он там работал, писал, издавал газету, интересная судьба, тоже, как бы, это все, здесь просто мы начинали с разговора о Дальнем Востоке или Крайнем, в основном, в этом смысле мы находимся с одной стороны на краю, вот, но с другой стороны где-то напротив есть какие-то другие края, мы в таком регионе, в подвижном, в пограничном, ну, что называется, вот там, как бы, с одного берега на другую руку можно протянуть, мы поэтому свой фестиваль поэзии назвали берега, имея ввиду, что вот этот регион, куда ни глянь, везде берега, то есть, дальние, ближние, но берега, и вот эти вот, а рубеж, это, это, ну, как, когда-то россияне, назвав, в 26-м году еженедельный журнал в Харбине назвали рубеж, они имели ввиду рубеж, который отделяет от отечества, от России, да, а сегодня это уже какие-то другие семантические смыслы приобретает, это рубеж взаимодействия культур, вот это вот, и, ну, не тот воинственный, или там какой-то, я не знаю, вот такой вот смысл, это смысл не отрезанности, не отделенности, а сопричастности, соприкосновения культур, и вот взаимодействия их, неизбежного соприкосновения культур, поэтому, в общем, в этом смысле, в этом смысле, в этом смысле, мы находимся недалеко, мы находимся близко, ближе, чем Москва, к огромному, огромному региону азиатско-тихианскому. Хочется вернуться к путешествиям по Дальнему Востоку, это, вот что это, путеводители, это исторические справочники, что это? Ну, в первую очередь, это, конечно, и путеводители, и исторические какие-то издания, там, альбомные, рассказывающие об истории разных регионов или в целом Дальнего Востока, но, но в первую очередь, так сказать, основным, основным драйвером, как сейчас можно выражаться, этого проекта, будут книги травилоги, ну, то есть, там, известный писатель Московский, Дальневосточный, с которым мы работаем, в соавторстве или в компании с хорошим фотографом, они, ну, допустим, они уезжают на Чукотку или там по Кыльевским островам ездят. Один фотографирует, другой собирает материал и потом пишет вот эту книжку об этом месте. И, ну, вот есть такой замечательный автор, как Василий Голованов, у него есть, да, да, у него есть несколько книг, этих травилогов, ну, они, главным образом, там, Центральная Россия, Южная Россия, там, на Каспио любит, там, кататься, Вася, вот, это все, или там писать, у него замечательные есть очерки, даже не очерки, это больше, чем очерки, он, то есть, он закапывается, там, в Тверскую область и выкапывает, там, всякие разные, там, он выкапывает, и какие-то исторические, там, какие-то вещи, каких-то людей, интересных персонажей, то есть, это такое, многослойное, такое, повествование, когда поднимается на поверхность многое, многое разное, всякое, это интересно читать, потому что это хорошо написано, и это очень познавательно, потому что там много разной фактуры, неизвестной, малоизвестной, поднятой на поверхность, ну, и вот это вот, вот, а это все проиллюстрировано хорошими фотографиями, и это не только фотографии, там, я не знаю, городов, домов, людей, ну, и документов, каких-то там, вот это все, вот такое вот, вот такое вот теплое, живое, и как бы, срез, да, такой срез, да, и так мы едем, едем по всему Дальнего Востока, об этом регионе рассказали, об этом регионе рассказали, об этом регионе рассказали, это в первую очередь адресовано жителям Дальнего Востока, в первую очередь, но в то же самое время это некая презентация региона для гостей, которых, там, туристов, не туристов, просто приезжающих, Которых с неизбежностью будет на Дальнем Востоке становиться все больше и больше. Ну и, конечно, эти книжки должны быть предъявлены в столицах наших. И, ну, мне кажется, это должно помочь возникновению. Самое главное, чтобы возникло то самое чувство места, которого сейчас у большинства дальневосточников нет. Они не очень понимают, где они живут на самом деле и зачем они здесь. Так, ну, раньше было понятно, там, за Дмином рублем, как было принято выражаться там. Или там, там, военный, там, закончил мореходку в Ленинграде и его распределили на Тихианский флот. Или там еще какие-то нюансы. Сейчас какие-то другие есть в этом смысле эти мотивы. Но, так или иначе, вот это все, кроме всего прочего, это очень интересно. Вот это все, как бы, знаете, как бы, ну, в каком-то смысле это такое первопроходчество. Культурологическое, издательское, когда вот это все, как, как пазл большой собирается воедино. И, ну, не знаю, мне кажется, что это, что это нужная вещь. Да, ведь я приходили представители Совета ветеранов Приморского края. Они говорили о том, что собираются с китайскими журналистами совместно выпускать книгу о завершении Второй мировой войны Великой Отечественной вот именно здесь у нас. Интересно. Да. Вот издательство Рубеж не планирует сделать, раз уж 9 мая у нас канун, некую вот книгу тоже о завершении военных действий, потому что война, вот для многих, для, да, для всей России война закончилась 9 мая. Да, правильно, да. А война же не закончилась. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Понимаете, я, что называется, обеими руками за такие проекты голосую. Дело не только в том, что вот завтра 9 мая, а просто, ну, просто вот как бы это нужно всем нам. Да. И это все действительно очень-очень интересно. И, ну, ну, и в то же самое время есть уже некий опыт, подступы к этой теме. Дело в том, что в 2010-м, когда был тоже юбилейная дата, 65 лет, мы по заказу, опять же, там, Сахалинского правительства делали книжку, она называлась «Последние залпы Великой войны об окончании». Ну, собственно, война закончилась, по сути, на Дальнем Востоке, вот, в том числе на Курилах, и вот Сахалин-Курилы, и про это вот мы сделали книжку. Почему она получилась хорошей, интересной? Потому что основу ее составила коллекция фронтового фотографа, он прошел всю эту кампанию в августе-сентябре по Сахалину-Курилам. Фронтовой фотограф, он снимал свои лейки, да, он умер в Крыму, и нашли его потомков, и эти потомки передали, продали эти материалы, его фотоархив. Эти все негативы были распечатаны, атрибутированы, и, ну, то есть, у нас принято, что чаще всего большинство книг о войне, это такое, это такие официальные, как бы, изображения, да, ну, которые, ну, которые, ну, как бы, уже набили оскомину. А здесь живой репортажный материал, фронтовой, и люди, и бой он снимал, там, и на Сахалине, и Курилах, там, и наши, и японцы, и все это, вот, замечательный материал. Его обработали архивисты, написали тексты, определили кто, где, когда, чего, и получилась замечательная такая теплая книга. Вот что-нибудь подобное большое о войне на Дальнем Востоке, у меня даже есть в моих планах, там, написано, там, война на АДВ, в следующем году, великая дата, 70 лет, да. Хотелось бы, конечно, сделать, но подобные вещи, их, если что-то, что-то еще хоть как-то оправдано делать в последний момент, то эти вещи нужно делать загодя, чтобы было время, сделать все скурпулезно, по-честному, без гонки и без небрежностей каких-то, которые неизбежно возникают, когда ты торопишься, просто бежишь голопом, понимаете. Еще есть время, по крайней мере, год. Я бы с удовольствием сделал что-то такое, но если ко мне завтра придут и скажут, давай, у нас есть коллектив, я скажу, я с радостью. Чаще всего приходится это все инициировать самому и складывать этот коллектив, подталкивать проект, а тут тот самый момент, та самая тема великая. И главное, что материал, это правда, там, про войну там, на Германии, ну что называется, про ее основную часть, слава богу, много чего сделано, значительного. У нас в этом смысле, ну почти ничего. Я точно так же с радостью, мы говорили про наш ремонт «Рубеж», с радостью когда-то ухватился, я переписывался с Владимиром Богомоловым, которым был в августе 44-го. Я знал, что он пишет роман, который сейчас уже издан, «Жизнь моя, ты приснилась мне», он называется, он его не успел закончить, но писал там 30 лет. И я знал, что у него написаны главы о его участии здесь, на Дальнем Востоке в войне, потому что их там из Германии срочно перебросили на Восток в июне, и у него были написаны эти главы. А я их с удовольствием напечатал в «Рубеже», это была такая радость, это все прочесть и дать возможность другим это прочесть. И там, я не знаю, у него есть там, сейчас это издано как отдельная, вдова издала его, не окончил этот роман, он большой, но там есть, когда-то был издан из него как отдельная повесть в Кригере. Вот, я вам могу дать почитать, там описывается, как он во Владивосток приехал и здесь ждал назначения. И он описывает, Владивосток конца 45-го года, жизнь, как ему там, как он приходил на собеседование, ну, на собеседование за назначением там, в этот Кригер в вагон, и там разговаривал с офицерами, Владивосток все это так подлинно описывает, а потом в итоге его заслали на Чикотку, потому что Сталин, это, готовился к войне с Америкой и развернули там, что называется, на скалах там уже зимой, в октябре 45-го года, дивизию развернули на Чикотке. И он это тоже там в отдельной своей голове успел описать потрясающие свидетельства. Ну вот сделать такую, ну, книжку, которая бы рассказывала о реальных событиях, там, обо всем, обо этом, я знаю, например, что известный сахалинский историк, коровед Игорь Самарин, влюбленный в эту тему и в то же самое время в Курильскую тему, он на Курилах, там, на Итурупе, эти фортификационные все эти сооружения, всю японскую фортификацию там измерил, описал, прочертил и делает свое исследование. Тоже же интересно, да? Или там, пусть, в его старании стоит по дворе Кравейского музея, я вижу, в Сахалинске стоит малый японский танк, который привезли Шумшу, отреставрировали, и он стоит как экспонат среди там пушек других, вот. Ну, как бы, вот такое отношение к истории, ну, мне кажется, то самое, то, что нам необходимо, и то, что молодежи, это очень важно, сделать такую книгу, ну, не как бы, не знаю, как сказать, не как официальную агитку, а теплую книгу о войне, чтобы она была дорога и приятна не только ветеранам, дай бог им здоровья, но и молодому поколению, чтобы какой-то внук там, правнук открыл ее, полистал, и она чем-то его там тронула. А тронуть она молодое поколение может своей искренностью и подлинностью, и, как бы, вот, и какой-то открытостью, и вот так как-то про все про это сделать книгу, я бы с удовольствием. Другое дело, что это колоссальный проект, и это должна быть, в общем, должна быть включена не только издательская воля и желание, но и какой-то посыл должен быть дан всему этому, толчок, или какая-то мощная инициация, инициация снизу. Это все там колоссальный материал. Жил в Хабаровске замечательный человек Георгий Юрьевич Перемяков, мой друг, разведчик, писатель, известный в Хабаровске, я его печатал в рубеже, он общался с императором Пуи, был его переводчиком, был его личным переводчиком, и последние пять лет, когда наши захватили Пуи в Тиньзине, его хотели японцы вывезти на самолете, они прямо в рубеже Пуи захватили вместе с двумя родственниками и с остатками его богатства, его перевезли в Хабаровск, он был на секретном объекте, а Георгий Юрьевич, как полиглот, как знаток языков, и как советский разведчик в Хармине, был к нему представлен, как учитель русского языка и переводчик личный, они подружились, и вот эти пять страниц, пять лет из биографии Пуи, в советские годы, они были как бы вырезаны, их как бы не было, а он был у нас не то что в плену, он был репатриантом, содержался на специальном объекте, прямо в центре Хабаровска, на улице Дикопольцево, и его опекал Перемяков, и когда Никита Сергеевич, Хрущев, который совершил несколько таких за свою партию, будучи лидером нашей страны, несколько таких опрометчивых шагов, один из них, я считаю, это был тот, что он отдал Пуи ему от вздуну, и вот на границе в 55-м году, в 50-м, прошу прощения, году они прощались с Перемяковым, когда Пуи отправляли в Китай, он там прошел через, понятно, через что, вот, и его там, и, в общем, это, и через лагерей, через все это, но я попросил Перемякова написать об этом, и он написал, уже в преклонном возрасте, он был очень работособный человек, он написал текст, мы его напечатали в рубеже, императур Пуи пять лет вместе, и, но это не просто там, как бы, мемуар, это повесть, где много юмора, каких-то таких смачных, колоритных описаний, каких-то таких вещей, потому что Перемяков, он, там, в совершенстве владел китайским языком и старокитайским языком, и, поэтому читал все это, да, в подлинниках, собирал материал, кроме того, что он знал, он участвовал с ним в токийском процессе, с Пуи, когда Пуи возили на токийский процесс, как свидетеля, и мог погибнуть с Пуи в самолете, потому что в последний момент, когда они улетали из Токио в Владивосток на трассе, ну, на специальном самолете, подошел офицер, судя по всему, чекист наш советский, и сказал, что вы не полетите в этом самолете, в этом самолете полетели какие-то другие люди, по-моему, какие-то журналисты, ну, в общем, или военные, этот самолет разбился, ну, в общем, упал в океан, они полетели на другом самолете, возвращались. Вот все это удивительно, есть такие вот какие-то потрясающие, удивительные страницы, вот из всего из этого, вот если это все сделать из этого не нечто такое содержательное, и в то же самое время, ну, то есть честное по описанию событий, но в то же самое время интересное, и чтобы это захватывало, ну, и там... Ну, внимание читателей, по крайней мере, да, внимание читателей, в особенности молодежи, молодого поколения, мне кажется, это важнее всего сегодня, вот как бы, я думаю, что большинство ветеранов это понимает, то есть, то есть, как бы, важно сохранить их память, вернее, память о них, о том, что они сделали, но еще важно, чтобы это было понято, воспринято в следующем поколении, да, да. В завершении, вот вам самому приятно, льстит, не знаю, импонирует, вот тот факт, что книги издательства «Рубеж» везут из Владивостока как сувениры? Не, ну, конечно, это, конечно, это приятно, мне недавно рассказали, что там Илья Логутенко, если не сам, как правило, не сам, но какие-то его знакомые, Владивостокские, там, для него покупает наши новые, все наши новые книги, там, это, конечно, приятно, но и, или там, что все наши книги сегодня продаются в Москве, то есть, нам, ну, мы поставляем, одно из крупнейших оптовых компаний, все наши книги, включая, там, поэзию, они берут без исключения, там, единственное малое издательство в России, чьи книги сегодня все без исключения продаются в Москве, ну, то есть, малое издательство не московское, не столичное, там, конечно, приятно, и то, что там у нас, ну, есть бессилеры, там, допустим, Элеонора Прея, «Письма из Владивостока», эта книжка, она, как бы, она, наверное, приятно, то, что она не столько рассказала, там, о судьбе этой удивительной женщины, или, там, о том, что эта книга вышла в издательстве «Рубеж», а то, что она представила Владивосток, и это была, ну, в том самом смысле раскрутка, презентация нашего города, его хорошего, интеллигентного, вот такого, вот такого удивительного лица, вот это, вот это более всего приятно, понимаете, когда, там, говорят, где-нибудь на ярмарке, «Нонфикшн» в Москве подходят какие-то люди, которые там уже одурели от ярмарки, поднимают глаза и видят написано на аншлаге издательство «Рубеж», «Владивосток». Ну, что это «Владивосток»? Да, ну, кто-то знает то же самое, кто-то целенаправленно идет и ищет уже нас по названиям, потому что какие-то, какие-то новинки, а кто-то приходит и удивляется, и, ну, мне кажется, что вот это важнее всего, важнее каких-то твоих, там, чисто любивых каких-то вещей, хотя это тоже приятно, это подпитывает, поддерживает, людям это надо. Но то, что вот, как бы наш город там становится, благодаря нашим книгам, более известен, вот от этого, от этого иногда возникает такое ощущение, ну, не знаю, гордости или чего-то, чего-то, чего-то такого важного. Ну, желаю вам, чтобы вот ощущение гордости не покидало вас, и каждым годом было чем гордиться еще больше. Спасибо большое, у нас был гостях Александр Колесов, директор Тихоокеанского издательства «Рубеж», спасибо вам тоже. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»